Первый совет в списке исправить свои брови. Я не говорю про их форму и депиляцию, я говорю про уход. Серьезно, взгляните на разницу. Вот этот заросший парень с монобровью и этот. Он выглядит более профессионально. Выглядит опрятно и ухоженно. И для этого, господа, вам потребуется всего два инструмента, которые уже должны быть у вас в сумочке по уходу за ногтями. Это пара ножниц и щипчиков. Мой совет таков, после хорошего теплого душа удалите лишние волосы. Приложите палец прямо вот тут. Все, что оказалось под ним, надо удалить. Также надо удалить случайные волосы вокруг бровей. Затем удалите длинные волоски. Самое лучшее в этом то, что это занимает пять минут. И эту процедуру надо проводить всего один раз в две недели. Следующий совет, чтобы выглядеть лучше, накиньте на себя пиджак. И это не обязательно должен быть пиджак. Можете надеть и кожаную куртку или джинсовку. В общем, это может быть что угодно, что увеличит ваши плечи, подчеркнет руки и сделает талию более изящной. Вот что нам надо, господа. Если на улице жарко, тогда возьмите себе пиджак без подкладки или льяной дышащий пиджак. Хотя по правде, вы будете внутри здания, на освещании, поэтому вам нужен пиджак, чтобы вы выглядели лидером. Далее носите часы. Они красивые, элегантные и принесут вам комплименты. Следующий совет, как усилить свой образ, используйте паттерны. Да, посмотрите на мой пиджак. Давайте поближе. Видите, какие у него паттерны и разные цвета. Мне нравится, что на расстоянии он выглядит монотонным, но когда ты приближаешься, то видишь вот эту текстуру. Ее хочется потрогать, и она создает впечатление высокого качества. Бонус совет, используйте платок. Посмотрите, какие рисунки у него. Классический пейсли. Это сложный рисунок, который пришел к нам из Индии. Он отлично подходит для того, чтобы добавить цвета в ваш образ. И это не обязательно должен быть только пиджак. Классическая елочка. Да, мы ее встречаем у костюмов, но также этот паттерн есть и у рубашек. Издалека это один цвет, а вблизи видно текстуру и рисунок. Еще один паттерн, который мне нравится у костюмов, это птичий глаз. Это такой геометрический рисунок, который формирует матрицу из точек. Хотите что-то более приглушенное с крутым названием, тогда зацените акулью шкуру. Это довольно популярная ткань среди костюмов. Другие варианты, это гусиная лапка, зигзаги. Все это классические узоры, и здорово то, что они прокачивают ваш вид, помогая вам выглядеть классически, при этом выделяться на общем фоне. Следующий совет, я уже много раз говорил об этом раньше, это обладать уникальным ароматом. Свой стандартный аромат, используя который, вы ощущаете себя превосходно. Один или два пшика, и вы можете отправиться на пляж, на заседание. Куда угодно. Вы чувствуете себя превосходно и полным сил. Кстати, мне интересно, парни, хочу услышать от вас в комментариях, какой ваш уникальный аромат. Мне реально интересно. Пишите в комментариях. Следующий совет реально сильный, хотя многие так не делают. Отложите немного денег, чтобы потом купить именно то, что вам нравится. Как часто вы смотрели на пиджаки или ботинки, и вы шли на компромисс? Вы хотите купить эту вещь, но есть другая на скидках за полцены. Нет. Отложите деньги, соберите нужную сумму, купи то, что хочешь. Поплачь о том, что это дорого один раз. Но зато, когда ты покупаешь вещь, которая тебе нравится, ты носишь ее чаще. Каждый раз надевая ее, ты чувствуешь себя круто. Эта вещь заставляет тебя чувствовать себя на миллион по сравнению с тем, если ты купил себе ботинки, которые норм, но не те самые, но ты себя не ощущаешь в них также. Вам нужен такой гардероб с такими вещами, чтобы, когда вы их надевали, вам нравилось то, как вы выглядите. И это сильно. Давайте поговорим о вашей обуви, потому что все замечают вашу обувь. Каждый раз, когда я надеваю эти ботинки, мне говорят комплименты. И не один, а много. Меня всегда спрашивают, где я их купил, что это за бренд. И вот в чем дело, когда вы надеваете крутую обувь, то вы будете привлекать внимание. И это нормально, потому что вы хотите заявлять о себе. Вы думаете о своем стиле и не против получить немного комплиментов. Говоря о статусной обуви, каждый раз, когда я их надеваю, то чувствую себя как рок-звезда. Но сейчас немного о другом. А именно о развитии уверенности при помощи цвета. Обратите внимание на их цвет. Это темно-зеленый. Это один из моих самых любимых цветов еще с детства. Мне всегда нравился зеленый. Я всегда старался носить зеленые вещи. У многих из нас есть такой свой любимый цвет, но мы его обходим стороной. Но вам надо найти способ, как его внедрить в свой гардероб. Лично для меня такой вот оливково-зеленый очень просто внедрить. У меня есть несколько пиджаков, курток и брюк. У меня нет оливковых рубашек, но смотрите, если вам нравится, скажем, оранжевый или бургунди, может вы из Оклахомы или фанат USC, найдите способ привнести свой любимый цвет. Суть в том, что когда вы начинаете использовать свой любимый цвет, то вы начинаете чувствовать себя лучше, и ваша уверенность повышается. Для следующих двух пунктов давайте замедлимся, поговорим о ваших движениях. Если вы хотите выглядеть более властным или в целом улучшить свой вид, то не надо суетиться. Властные мужчины, мужчины, которые берут на себя ответственность, они не суетятся, они не дергаются. Они контролируют свои движения. Это показывает, что у вас все под контролем, что вы обращаете на все внимание. Вы не срываетесь на ситуацию и не чувствуете себя напряженным из-за нее. И еще, вы заметили, как я начал говорить медленнее? На видео я говорю довольно быстро, потому что я смотрел данные, и на них видно, что вы, ребята, лучше смотрите видео. Вам это больше нравится. Но я знаю, что когда вы замедляете вашу речь, особенно когда вы это умело делаете, то вас воспринимают как более важного. К тому же вы можете подчеркивать некоторые слова, вы можете управлять вниманием, вы можете помочь людям остановиться и сфокусироваться на важном. Следующий способ, как прокачать ваш внешний вид, это научиться пользоваться безопасной бритвой. Но не по той причине, по которой вы думаете. Да, да, возможно, такая бритва даст вам почувствовать, что означает лучшее бритье в жизни. Даже лучше, чем современная бритва с пятью лезвиями. Но вот что я хочу, чтобы вы усвоили. Новая не значит лучшее. Эта бритва существует уже сотни лет, но мы очень часто попадаем в ловушку, что нам надо пользоваться новым. Когда вы выбираете безопасную бритву, то вы получаете еще несколько бонусов. Вы соединяетесь с историей, потому что такой же бритвой могли пользоваться ваши отцы или деды. Вы начинаете задумываться о кремах, которые вы используете. Вы начинаете уделять внимание процессу. Вы начинаете изучать лицо и понимать, как растут волосы. Вы пробиваетесь сквозь шум, который вам навязали, и начинаете обращать внимание на то, что происходит вокруг вас. И, конечно, не забываем про нашу осанку, господа. Когда у вас ровная спина, то вы выглядите более сильным и привлекательным. Но хорошая осанка – это больше, чем просто ровная спина. Что же делать? Какие упражнения? Вот в этом видео я рассказываю, как вы можете улучшить свою осанку. Если хотите иметь ровную спину, то смотрите это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...